Продолжение следует... ...правильно говорить с ударением на последнюю гласную. Все равно я вам действительно благодарен, ребята, потому что вообще в любом видео, по любой теме абсолютно, неважно, касается это грамматикой русского, украинского, английского, какого угодно другого языка, произношение. Любая информация, она всегда полезна. У меня есть такое свойство души, я очень сильно открыт для любого практического обучения, несмотря на то, что учиться... Для любой информации новой, несмотря на то, что учиться, терпеть не могу, просто не мое вообще. Так, итак, поехали. Нож B1 SSH BPS Knife. На самом деле есть вариант B1, получается HC, High Carbon. То есть здесь именно SSH зависит от того, выбираете вы нержавейку или углеродистую сталь. И когда ребята предложили мне нож на обзор, я сам попросил прислать именно эту модель, потому что она мне как-то так прямо запала сразу в душу, именно вот с фотографии на сайте. И я попросил именно нержу. Почему? Потому что забегая вперед, я скажу, что нержа здесь 5 Chrome 14 Molybden Vanadi на 56-58 единиц по шкале Rockwell. То есть на самом деле 58 единиц это, как мы знаем, золотое аудорное сечение по сути твердости клинка. 58 единиц калит экстрема рацию. То есть это действительно какая-то золотая середина между удержанием кромки, ну и собственно говоря, тем, чтобы кромка это не сыпалась. Защита от дурака, как я называю. 56 здесь уже повод немножко начать чесать бороду, потому что, ну я скажу так, здесь проще всего подождаться уличных тестов. Почему? Потому что такие вещи, как норвежский дуб, израильский дуб, израильская оливка, я не помню там бокс вот у меня остался или нет, березонька норвежская. Они все эти вещи расставят по своим местам, покажут нам, что там с этими Rockwell так или не так. Потому что здесь тем более сканди спуски. Давайте посмотрим. Окей? Окей. Итак, достаем из широких штанин, ножны классные, ножны прикольные, к этому чуть-чуть попозже, но сразу кину камушек. Я не знаю, запланировано вот это вот было место или нет, как отверстие для того, чтобы клинок дышал. Но если не запланировано, то здесь нужно или попросить производителя пробить отверстие, или взять дырокол, шило, что угодно и самого пробить отверстие. Почему? Потому что в кожаных ножнах даже при нержавейке на клинке, даже при коррозийно-стойкой стали, скажем так, на клинке, клинок должен внутри дышать. А если у вас углеродка, то это практически нужно пробивать насквозь вот здесь ножны, для того, чтобы прям сквознячок обдувал. Вообще не важно, как вы вытрите перед этим нож. Вообще не важно, насколько сухой клинок вы будете погружать в ножны. Он должен дышать. А почему я спросил, не спросил, а сказал про то, что при заказе вы можете попросить, по крайней мере, об этом. Потому что производитель очень, на мой взгляд, такое правильное движение. Вы знаете, как часто я рублюсь на тему того, что переставляется клипса под левую руку или не переставляется. Или есть ли варианты именно опции ношения симметричного ножа для правши или левши. Здесь все проще. BPS Knife, если вы заказываете у них на сайте этот нож, они вам сразу при заказе ставят опцию. Вы выбираете или правостороннюю, или левостороннюю ножны. То есть все очень просто. На мой взгляд, совершенно такое респектовое отношение к клиенту. И я вот не спрашивал ребят, но я думаю, что если вы скажете, ребята, колоните мне там дырочку для того, чтобы сквознячок гулял, я думаю, что они пойдут вам навстречу. Почему нет? Итак, нож B1 SSH BPS Knife. Дизайн BPS Knife. Это Бондаренко, Павло и Сергий из славного города украинского Бровары. Теперь все. Теперь вот так вот все это и запоминается на самом деле. Длина 230 мм. Длина клинка 110 мм. Ширина клинка 29,5 мм. Толщина по обуху 3, спуски с канди, с канди с трешкой. Все очень круто, все очень нормально. Как говорится, здесь у меня вопрос единственный, повторюсь, это если 58, то ок. Если 56, то интересно, что там будет на твердых деревяшках. Рукоять орех, монтаж фултанк, ножны кожа и на сайте bpsknife.com. Блин, какая классная рукоять. На сайте bpsknife.com этот нож стоит 40 евро и 35 евро, если он будет в углеродистой стали. Так, что я хочу сказать. Я хочу сказать, ребята, что Павло и Сергей сделали нож, который вот просто нож. В нем нет вообще ничего не от ножа. Вот на самом деле иногда так бывает, когда что-то в ноже не от ножа. Но здесь не так. Здесь все просто вот реально очень-очень по-ножевому. Ножны. Ножны у нас классические, красивые. Несмотря на откровенно доступную цену ножа, кожа здесь вкусная. Она такая прям толстая. Она прям такая. Я просто понимаю, что это стиль ковбой мальборы, что чем дольше вы будете носить... Белая нитка, конечно, пойдет, станет не белой, а именно цветом того говна, в который вы вляпаетесь, когда будете с этим ножом где-то ходить по бескрайним степям, по лугам и лесам. Значит, два подвеса. Подвес фиксированный вертикальный и подвес свободный вертикальный. Я ножи аудорные ношу всегда на вертикальном подвесе. Вообще, я, конечно, сейчас чисто теоретически разгоняю вам здесь коня в пространстве, потому что я практически 95% аудорных ножей ношу в боковом набедренном правом кармане своих Cargo Pants. И мне, на самом деле, на подвесу уже давным-давно пофигу, потому что я уже не помню, когда я в лес выходил, как в каких-то других штанах. У меня всегда штаны милитаристические, с удобными большими боковыми карманами. Я все ножи ношу в зависимости от того, крепится или не крепится на край кармана. Закрываю я или не закрываю, но по факту вот так. Но если говорить чисто теоретически именно о ношении на ремне, то, безусловно, это свободный подвес. Почему? Потому что нож у вас болтается свободно, он слегка вот так вот упирается в бедро. Если вы присели под куст, если вы где-то наклонились или еще что-то, то нож, соответственно, идет вперед-назад. Он не упрется вам в жирную бочину, он вам не воткнется никуда. Я не говорю о каких-то повреждениях, я говорю о том, что это чисто дискомфорт. Но кому нужно повыше рукоять, кому нужно как-то так посерьезнее, то вот вам, пожалуйста, фиксированный свободный подвес. Докапываться до того, что здесь петля, это сама по себе не снимается, я не буду. Почему? Потому что если включать эту опцию всерьез, чтобы вот эта петля, она снималась, то здесь нужно, блин, реально треть стоимости ножа прибавить. Поэтому кому совсем не в моготу, но уж что-нибудь придумаете, здесь просто снимите и будете носить так. Нож в ножнах держится абсолютно уверенно. И вот за такой вот припухлый гусечек, отверстие для темляка. Опять же, здесь вот я не фанат, не фанат какого-то вот организации, какой-то общежитий для микробов в виде темляков для аудорных ножей. Но конкретно в данном случае, здесь видите, у нас нож погружен в ножны глубоко. Если вы поставите сюда какой-нибудь бриллиантовый узел или какую-то крупную, круглую, например, бусину, то при извлечении у вас идет не работа на два пальца, а работа на три пальца. То есть в данном случае здесь каждый для себя сам решает. Я в любом случае не ставлю темляки, очень-очень редко, по каким-то именно идейным соображениям, чтобы выявиться и показать всем какое-то свое мнение к окружающей действительности. А в общем и целом не использую. Но здесь, как бы вот, у нас получается, что извлечение такое не экстремальное, не какое-то именно такое, вот, не тактическое извлечение, скажем так, а совершенно спокойное, как говорится, туристическое. Но если вам нужно половче и побыстрее, то здесь есть отверстие. Пожалуйста, поставили себе темлячок, и это будет процесс проще происходить. Ножны клевые. Так, рукоять. Вот здесь все начинается по-взрослому. Все, ребята, здесь начинается взрослое кино. Почему? Потому что это рукоять, сука, кухонника из детства. То есть вот того самого кухонника из 80-х, который вот из того самого, помните, расшатанного такого ящика на бабушкиной кухне. Вот именно нож вспоминается такой с урезанным просто дообуха клинком, которым мы нарезали там. И обязательно радио у всех бубнило. На всех кухнях радио обязательно бубнило. Вот. Мы нарезали и хлеб, и сало. И вот на той самой вот раздроченной, разделочной доске настолько же сильно урезаны. Мне на самом деле всегда любопытно становилось, что раньше произойдет. Дед в ноль источит клинок или появится дырка в середине доски. Помните такая вот доска, да, советская, разделочная? И на ней вот такими уровнями шли следующие слои фанеры, прорезанные просто вот таким вот образом, как будто это кратер какой-то. Вот. И резали мы вот этими ножами с этими рукоятями на этой самой вот немножко такой постоянно влажной доске все подряд. Селедку после мяса, за нею лук. Вообще никто не запарился, потому что сальбонеллез появился только потом, с Горбачевым. И нитраты, и прочая херня какая-то. Короче, и вот рукоять этого ножа, вот она здесь. И еще на тромантинах, и еще много где-то. То есть на самом деле здесь рукоять... Вот вы знаете, позвольте себе еще немножко лирики по поводу рукояти. Можно сказать просто, что в этом мире нет ничего более понятного и естественного для ладони мужчины за 40, выросшего на тех самых кухнях, чем эта рукоять. Но это если совсем, конечно, углубляться, то окей, на втором месте по понятности. Для мужчины, выросшим на тех самых кухнях и повзрослевшим на каталогах Отто и лохматых во всех абсолютно отношениях, в ЭХС-кассетах. If you know what I mean, как говорится. Но так как здесь не ностальгическое эротическое шоу, а серьезный, понимаешь ли, ныжевой канал, то и углубляться в такие подробности не будем. То есть хваты любые. Молоточный мощнейший. Даже с защитой от какого-то схода на режущую кромку. Но здесь как бы вот хватает, хватает. Диагональ, пожалуйста, не упирается в ладонь. Но все равно вот каждое вот это вот, каждое все, вот это вот брюшко, вот это вот все мега родное. Обратный хват, палец сверху, бэмч, тренч, бах, трах, готово. Отверточка, получи. Вот почему бы и нет. Вот, то есть, скажем так, если смотреть глубже, то рукоять такая была задолго до наших бабушек и дедушек. И я не удивлюсь, если тот самый хлебный нож, украденный в пекарне Левием Матвеем 14 числа, того самого весеннего месяца Ниссана, был именно с такой рукоятью. Хотя, если честно, то из Михаила Афанасьевича ножевого больше мне нравится про любовь. Когда он, когда Маргарита говорит, так поражает молния, так поражает финский нож. Удобный, безопасный. Кому опасны без гарды, отдайте нож жене. Она покажет вам, как резать и не порезаться. Любые хваты, она просто живет в руке. Кухня, лес, степные морские, котики. Короче, вы спросите, а что так долго про рукоять? А вот, старички в курсе, а новичкам я объясню, что согласно теории Архадыра, от рукояти, вернее в ноже, если говорить, разделять его по степени важности на какие-то вот именно детали, то рукоять это 60% работы. И это по минимуму, с годами этот процент растет. Потому что можно искать компромиссы с клинком, а с рукоятью сложнее. Рукам, как говорится, виднее. Но те, кто вырос на тех самых кухнях и смотрел те самые ВХС-кассеты, они меня понимают. Так, клинок, клинок тоже хорош. Ничего лишнего, скиндушная пуля. Как говорится, и соседа зарезать, и колбаску порезать. Обух вообще здесь четко подогниво. Наверное, не услышите, потому что у меня микрофон. Сейчас. Конкретный такой, острый. То есть, прям вот тут самим обухом можно, по сути, бриться. Кстати, если серьезно, то люди забывают иногда, что вот если у вас острые грани на обухе, то ими... Сейчас, подождите, секунду. Вытру, вытру ляпку. Терпеть не могу ляпки. Так вот, острыми гранями обуха иногда проще скоблить что-то, чем убивать саму кромку. Но, опять же, это действительно нужно в нужный момент вспомнить. Короче, скандиспуски, мечта бушкрафтера, чтобы со стекленеющим взором под гитару костра настрогивать огненное перо. Потом с помощью этого обуха мы высекаем искру, потому что, ну, блин, а как по-другому выживать-то в природе? Здесь же опция-то не предусмотрена. Нужно обязательно высечь искру, настрогав перо перед этим, чтобы все было по-бушкрафтерски, чтобы все было трушно. Вот. И, кстати говоря, здесь у нас по поводу этого, как он называется, огнива. Я вам показывал нож этой компании Bushmade, там гнездышко для огнива предусмотрено, и огнива даже с такой же самой деревяшкой, как на рукояти, оно имеется в наличии. Вот. И, короче, перо, гитара и изо всех сил, конечно же, выживать. Хотя в природе на самом деле не надо выживать, есть в Инсте один ножевой профиль, очень хороший, рекомендую к просмотру. Ну, называется Архадыр. Так вот, там недавно совсем появился Reels с конкретно вот этим вот именно ножом под песенку Into the Woods, в которой повторяется только одна строчка. This is the home and you are a guest. И вот все правильно, добавить нечего. Приходишь из города в лес, вытри ноги, не забывая, что ты в гостях. Как говорила эстрадная певица Джоанна Стингрей, Земла – это наш дом, не надо мусорить, да? То есть, блин, Джоанна Стингрей, пизвездочка детска, какой я старый. Короче, если без лирики, то неубиваемый по совокупности факторов комплект туристическая, кухонная, именно аудорная, вот такой вот неубиваемый по совокупности факторов комплект из ножен, рукояти и клинка ценой в 40 евро. Да, не из самых благородных кровей, как говорится, нержа. Да, на рукояти у нас доска. То есть, не кап какой-нибудь там с мраморными переливами и перламутровыми кудряшками, а самая простая доска. Вот к ножнам, кстати говоря, таких вот типа там, ну, компромиссных высказываний нет, потому что здесь ножны на самом деле пошиты здорово. Сейчас, а, ну, можно докопаться, конечно. В ноже-то за 40 евро не заклеили вот здесь вот, не заклеили кнопочку, но она очень глубоко утоплена, но можно докопаться, сказать, что эта кнопка будет царапать породистую... Сейчас поправим патчики... Породистую доску, доску Ноки. Так вот, и по материалам, и по геометрии, и по эргономичности нож из серии вам шашечки или ехать. Если ехать, то вам сюда. Отличный проект, очень классный. Не зря я на него запал на сайте. Я думаю, что сразу на кухоньку в ближайшее время, и как можно скорее сразу же на вот эти вот твердые деревяшечки. Посмотрим, что будет, что получится. В общем и целом, очень-очень прикольно получилось. В очередной раз желаю найфмейкерам из славного украинского города бровары всего самого наилучшего. Конечно же, успехов, конечно же, в первую очередь мира, чтобы война закончилась, чтобы оккупация украинских земель закончилась. А в украинских лесах можно было бы и по грибы, и на рыбалку, и не боясь с детьми, и без опасения подорваться на мине. Такие вот у нас реалии. В мае года, в мае весеннего месяца, в начале весеннего месяца Ниссана года 2024. Окей, хорошо. Ладно, ребята, всем миру мир. Нож получился за гляденье. Чисто вот по руке. Руке нравится, все остальное, как говорится, разберемся. Все, пока. Продолжение следует...